Всем привет! Вот мы наконец-то добрались до последней темы по LPQ, по нашему предварительному курсу. Это стандартное расположение файлов и папок и то, как искать сами файлы и информацию о них. По институту линуксовскому эта тема 104.7. Два вопроса по ней. Задача у нас понять предназначение папок и что в этих папках находится. Мы будем разбираться таким понятием, как FHS. Вы видите, разбираться в структуре FHS. FHS это стандартная иерархия файловой системы. Файл, систем, иерархия, стандарт. Согласно нему, у нас есть стандартные какие-то папки, которые располагаются в корне. Давайте, наверное, сначала глянем на нашу живую Ubuntu, чтобы освежить умолчание. Напоминаю, у меня командная строка начинает работать из моей домашней папки, поэтому я перейду сейчас в корень. И мы с вами посмотрим на корень. Вот у нас в корне есть какие-то файлы и папки. Мы уже во многие папки из этих заглядывали. Сейчас просто давайте глянем на слайд и освежим в памяти, какие папки у нас для чего предназначают. Итак, есть стандарт FHS. Сейчас этот стандарт был изначально предназначен для того, чтобы во всех дистрибутивах Linux мы могли понять и быстренько найти все то, что нам нужно. Некоторые дистрибутивы Linux отклоняются от этого стандарта, но не сильно. То есть в целом название папок и их предназначение справедливо для всех дистрибутивов. Значит, первая папочка, о которой мы поговорим, это папочка bin, в ней находятся базовые исполняемые файлы для команд. То есть все команды, которые может использовать пользователь, они находятся здесь, в папочке bin. Они ему доступны. Следующая папка в корне, которая находится, это boot. Тут находятся у нас файлы загрузчика. Обычно это отдельный раздел жесткого диска и в нем находится ядро нашего Linux. В папочке dev у нас лежат файлы всех устройств. Я вам напоминаю то, что у нас в Linux все и даже устройства представляют собой файлы, которые мы можем посмотреть, поредактировать. И вот эти вот файлы находятся у нас в папочке dev. Это наше самое первое занятие по LP. Следующая папка, etc. Здесь находится конфигурация конкретного нашего компьютера. В ней очень много подпапок и там лежат конфигурационные файлы. Огромное их количество. Мы это все будем разбирать уже во втором LP, когда будем такое более-менее продвинутое администрирование Windows разбирать. Папочка home. Тут находятся у нас домашние папки всех пользователей, кроме суперпользователей. То есть здесь у нас лежат документы, рабочий стол и так далее. Все, что относится ко всем пользователям, какие у нас есть в системе. Папка lib. Здесь у нас находятся общие библиотеки и модули ядра. В библиотеке у нас тоже было занятие. Если что, отмотайте, посмотрите. Папка proc. Тут у нас находится информация о работающей системе. В частности, обо всех запущенных процессах. Сюда монтируется виртуальная файловая система proc.fs. Но об этом, по-моему, мы еще с вами не говорили. Папка media. Эта папка появилась относительно недавно. Сюда монтируются все съемные носители. DVD-ромы, флешки и так далее. В старых версиях Linux и с тех пор эта папочка осталась, папочка mount. Раньше в нее монтировались все съемные носители. Сейчас у нас папочка mount теоретически предполагается для монтируемых файловых систем. Например, если мы какой-нибудь диск новый подключили, мы сюда его можем смонтировать. Можем смонтировать в медиа. Нет никакой разницы. Можем смонтировать вообще хоть себе на рабочий стол. Но изначально папка mount была для монтирования точно так же носителем. Папочка opt. Тут у нас пакеты дополнительного программного обеспечения. Мы это будем делать уже, наверное, в отрыве от LP, когда будем конкретные практические ситуации разбирать. К этой папочке будем обращаться. Папка root. Это домашняя папка суперпользователя нашего, root. У него нет папки домашней в папке home. У него есть отдельная папка в корне root. Папка sbin. Тут у нас лежат в настройке серьезных таких компонент системы, таких как, допустим, firewall.iptables или процесс линциализации init. Такие серьезные вещи лежат в папочке sbin. Папка srv. Тут у нас находятся данные для всех системных служб. Мы сюда пока еще не заглядывали. Папка temp. Понятно, там хранятся временные файлы. Папочки usr. У нас usr. В ней лежат двоичные файлы, которые относятся конкретно к пользователям. Например, какие-нибудь игры, программки. То, что пользователь как бы установил, запускает, вот это все для него находится в папке usr. Папка var variables. Тут находятся у нас переменные различные, такие как логи, почты и так далее. Понятно, что это стандарт. Я говорю, во многих дистрибутивах могут быть от него отклонения. У Mac много отклонений от вот этого стандарта. Но, тем не менее, в общем, эти папки присутствуют в том или ином виде во всех линуксах. Мы должны знать, что мы можем в них найти. И в этих папках, как правило, есть еще некоторое количество подпапок, которые тоже этим стандартом FHS определяются. Но так глубоко я с вами забираться не стал. По FHS поговорили. И вторая часть – это поиск. Мы будем разбираться со следующими командами. Значит, grep мы с вами уже видели. Это поиск по содержимому файлу. Мы можем отсортировать, поискать внутри файла то, что нам нужно. Find – это поиск файлов. Такая серьезная утилита. Она ищет файлы в реальном времени, начинает копаться в нашей файловой системе и находит все, что мы за ее спрашиваем. У нее есть огромное количество ключей и параметров. Locate – это более быстрый поиск файлов. Разницу сейчас покажу вам на практике. И есть три команды, которые у нас занимаются поиском служебных каких-то слов. Например, тех же самых команд. Это which, type и where is. Они, в принципе, занимаются все одним и тем же, с небольшой разницей. И which – самая простая, type посерьезнее, и where is показывает такое максимальное количество информации по команде, которая может быть доступна. Запускаем нашу Ubuntu и смотрим там. Давайте начнем с find. Я мануал по каждой из этих команд открывать не буду. Вы сами уже знаете, что можно написать man и имя команды и посмотреть все по ней, включая все ключи, которые эти команды могут использовать и все дополнительные параметры. Итак, find – поиск файлов. Например, мы можем найти файлы. В синтаксе с какой find? Find – найти где. Давайте будем говорить в корне, и он будет искать тогда везде, потому что у нас в корень вложены все остальные папки файловой системы. По имени. И, например, все, что имеет отношение к почте. И вот он пошел у нас искать. Видите, find пытается прокопаться по всей файловой системе, разобраться везде, где у нас что лежит, но ему при этом нужно много где прав суперпользователям. Видите, find у нас пытался пробежаться по таким, по всем файлам и папкам. Везде, где он мог найти имейл, он попытался. При этом он не смог попасть в файловые системы проц и вар, потому что они у меня закрыты. То есть, если я бы от имени суперпользователя запустил, все бы у меня получилось. Вы видели, это заняло некоторое время, потому что find в реальном режиме начинает искать файлы папки. Эта команда работает дольше, но действительно занимается тем, что ищет. Есть команда locate, которая работает намного быстрее, и ей не нужно указать все это огромное количество параметров. Я могу сказать просто locate mail. И она вот так вот сразу пробежала и вывалила мне все, что она увидела. Причем find, вы видите, у нас искал конкретно слово mail. По имени мы искали. Он понимает очень много различных синтаксисов, очень понимает много различных символов групповых. Он умеет работать с различными ключами. Locate просто тупо ищет. И видите, он нашел у меня все, что имеет отношение к mail, даже если это называется mail-defease, даже если это называется, где-то в конце я у нас видел, mailbox, mailbox. То есть, он нашел все, что у нас включает в себя слово mail, libmail-tools, и сделал это намного быстрее. Объясню сейчас почему. Давайте, например, попробуем. Еще сейчас покажу я команду find. Будем искать не по имени, а также будем искать в корне все, что относится к пользователю, ключ-юзер, ну, к моему пользователю, например. Видите, опять ищет, 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 ищет И показал все, к чему я могу иметь отношение В частности, он мог найти нам Сейчас я пытаюсь куда-нибудь перемотать Повыше Но у меня, видите, не хватает оболочки в истории команд Он у нас пытается еще найти очень много временных файлов Например, давайте мы с вами попробуем От суперпользователя поищем теперь То же самое все, только в SuperUser2 Пароль Перекопался, прилопатил, в общем-то много что нашел Но суть в том, что от суперпользователя у него теперь нет ошибок То, что он нашел, то, что он не нашел Если мы то же самое сделаем с командой Locate Она еще быстрее пробежит, она пробежала моментально И нашла, на самом деле, очень много дополнительного Но при этом не нашла Мы не можем, опять же, по истории команд посмотреть Но я могу сказать, что команда Find, она нашла очень много во временных папках А команда Locate во временных папках ничего не нашла Потому что команда Locate ищет только в определенных местах Но зато ищет быстро Значит, у Locate есть файл конфигурации Мы можем его попробовать взглянуть Cut Итц, напоминаю, в папочке итц у нас лежат все возможные конфигурации нашей системы Пытаюсь я ему сказать Update Скорее всего, это конфигурационный файл у нас Locate По умолчанию он не ищет у нас в смонтированных устройствах То есть на флешках, каких-то подключенных внешних дисках На всех смонтированных вещах, сетевых дисках он искать не будет в Locate Далее, он не ищет у нас вот такие типы файлов Далее, он у нас не ищет вот в этих папках За счет этого он как минимум работает быстрее И в-третьих, он не ищет ничего вот в следующих файловых системах В основном, видите, временные, шифрованные файловые системы Файловые системы, относящиеся к DVD-ROM, к сетевым файловым системам Вот здесь вот он не ищет Как минимум, поэтому он работает быстрее, но не только поэтому Давайте мы сейчас выйдем из этой конфигурации То есть вы увидели, вот здесь вот вы можете редактировать этот конфигурационный файл И тогда, окей, допустим, если мы сотрем отсюда TMP Начнет искать во временной папке тоже Мы можем добавить сюда какой-нибудь .txt И он перестанет искать текстовые файлы, если мы где-нибудь вот здесь вот напишем Это такая конфигурация локейта Им нужно знать то, что локейт вот здесь вот хранит свою конфигурацию Давайте сделаем вот что еще Я создам сейчас файл, ну, допустим, по своему имени Потому что я знаю то, что его вряд ли, это мое имя используется где-то в этом дистрибутиве в бунте Где я нахожусь? А, я нахожусь в корне, само собой в корне Я создать ничего не могу, но давайте я от имени суперпользователя создам По умолчанию, когда я выполняю команду touch, видите, без указания полного пути Она пытается создать файл там, где я нахожусь В корне я создавать ничего не могу И теперь я попробую найти этот файл Видите, ничего не находит Если я скажу ему find Find нашел сразу Показал то, что в текущей папке есть такой файл Locate мой файл не нашел Дело в том, что Locate работает, грубо говоря, с индексной локацией То есть точно так же, как в Windows Да во всех уже современных Windows У нас есть такое понятие, как индексация Когда у нас проходит индексирование всех файлов и папок И потом Windows просто знает, где что лежит И может быстро нам найти Если индексация была не проведена Windows или долго И4 вообще говорит, что она не может ничего найти Пока мы не проведем индексацию Так она, например, любит делать с почтой Outlook Точно так же команда Locate работает в Linux Раз в день команда Locate запускает команду find Команда find пробегает по всей нашей файловой системе И команда Locate создает некую базу данных В которой, например, запоминает, где что находится Именно поэтому find работает долго А Locate работает практически моментально Потому что Locate знает, где что было в тот момент, когда find искал Но при этом, как вы видите, Locate срабатывает раз в день И она не знает ни о каких недавних изменениях При этом Locate полностью и целиком опирается на find Для того, чтобы Locate сейчас заново запустила переиндексацию своей базы данных Нам нужно запустить от имени суперпользователя команду updateD У меня было временное помешательство Поэтому я update не смог правильно написать UpdateDB Наконец-таки Прошу прощения, потому что так долго у меня это заняло UpdateDB, обновить базу данных То есть у нас вот есть конфигурация нашего Locate UpdateDB.conf И я вот выполняю команду updateDB Для того, чтобы обновить базу данных И теперь, если я скажу Locate кирилл.txt Она сразу мне показывает то, что в корне Вначале у нас есть слэш Есть файлик кирилл.txt И третья часть, с которой нам предстоит разобраться Это поиск по командам Тут достаточно все просто Я долго вам крутить мозги не буду Вы знаете, есть команда у нас ls Она выводит перечень того, что у нас есть в текущей папке Мы сейчас находимся в корне Вот она нам вывела Мы можем выполнить команду whichls И эта команда нам покажет, собственно, где эта команда ls находится И видите, он показывает то, что команда ls находится в папке bin Напоминаю, папка bin В ней хранятся бинарники То есть двоичные файлы тех команд, которые могут быть вызваны пользователями То есть, когда мы пишем команду ls Мы, по сути, пишем bin ls Запускаем вот эту команду Далее, у нас есть команда type Если мы хотим побольше узнать чего-то Причем, вы видите, когда мы эту команду запускаем просто bin ls Она запускается без всех дополнительных настроек Что тоже интересно, сейчас объясню почему То есть, когда мы выполнили просто команду ls, мы получили вот этот перечень Видите, все красивыми, разноцветными какими-то шрифтами Что-то жирненькое, что-то нет Когда мы просто выполнили команду прямым именем Мы получили вот так вот просто текст Не очень удобно То есть, настройки оболочки были немножечко проигнорированы Дело в том, что когда мы вызываем команду ls Мы вызываем ее по умолчанию с некоторыми ключами Чтобы узнать, что за ключи мы используем Мы используем команду type Type ls, выведи нам, что именно мы делаем, когда запускаем ls И видите, ls у нас по сути это альяс или псевдоним Когда мы заполняем команду ls, мы ее по умолчанию запускаем с ключами ls color auto То есть, мы ставим автоматические цвета И именно поэтому, когда мы вызываем ls, мы по сути пишем bin slash ls 2 slash a color auto И тогда мы получаем вот этот красивый вывод То есть, type нам позволяет выводить псевдоним Есть еще одна команда, которая нам позволяет все узнать о какой-нибудь команде Это where is Где именно находится То есть, в принципе, и команда which нам показывает, где находится команда Но where is еще нам показывает огромное количество дополнительной информации Но для ls ее так много не будет Для ls она просто показывает, где лежит И к какому пакету она относится Вообще, where is еще может показать нам мануалы, help и прочую страницу поддержки для каждой конкретной команды Подводим промежуточный итог и окончательный итог Значит, мы в течение сегодняшнего занятия разобрались с тем, что есть такой стандарт файловой системы Разобрались по нему, какие папки и файлы у нас где находятся Далее мы с вами смогли понять команды which type и where is Для чего они нужны И кроме того, разобрались с поиском файлов и папок Команда filed и команда locate, которая опирается на этот find Find – медленный поиск в реальном времени Locate – быстрый поиск, но опирается на баз данных, которые создается раз в день Теперь по всему курсу давайте подведем итог Вы молодцы, если вы посмотрели все это от начала до конца У нас был с вами курс такой подготовительный к администрированию Linux Хоть LP и считает этот курс базовым администрированием Windows Админами Windows и Linux вы от этого не станете Это у вас просто появился такой фундамент знаний Теперь нам нужно с вами разобраться, как двигаться дальше Я сейчас буду делать курс по LP-ку второму, но мне еще пришло очень много задач по трем работам, на которых я работаю Поэтому я не знаю, в каком темпе я это сейчас буду делать Катаюсь в Грузию, отдохну, покатаюсь на лыжах, разберемся Но, в общем-то, ваша задача, если вы это смотрите уже какое-то время спустя, после февраля 2015-го, когда я это записал Найти у меня курс по LP-ку второму И я буду еще создавать курс по практическим задачам по администрированию Linux Который как раз-таки должен пригодиться вам на практике Кроме того, сайт, наконец-то, я думаю, скоро будет запущен На сайте будет вся дополнительная информация, которую вы можете скачать, получить, посмотреть И будут тесты для самопроверки Нельзя рассматривать мой курс именно как подготовку к LP-ку Хотя можно, конечно, после него пойти и попробовать сдать Это больше я все-таки готовлю к каким-то практическим моментам На сайт я все-таки постараюсь выложить, наверное, через какое-то время аналог LP-ка И уже если вы этот аналог LP-ка сможете пройти, то можно идти и сдавать реальные гнаны В общем, спасибо большое, что смотрели Подписывайтесь на канал, все вам хорошее